Уже 75 лет авиационная корпорация «Рубин», расположенная в Балашихе, создает и выпускает важнейшие комплектующие для самолетов, взлетно-посадочные устройства и гидроагрегаты. В связи с юбилейной датой, по инициативе Областного союза промышленников и предпринимателей и Союза журналистов Подмосковья, на завод пригласили журналистов, ведущих средств массовой информации. Начиная с 1946 года, завод изготавливал шестереночные и ручные насосы, тормозные колеса для первых образцов авиационной промышленности СССР. С развитием производства в арсенале появились не имеющие аналогов в мире привод-генераторы, насосы регулируемой подачи, сложнейшие системы управления торможением самолета и другие высокотехнологичные агрегаты для самолетов, вертолетов и даже ракетно-космической техники. Сегодня на заводе «Рубин» трудится более двух тысяч человек. Когда появились вот именно гидропривода, которые кроме нас, в принципе, и одной американской компании в мире никто не делает, это тоже был большой шаг. Люди работали с нуля и в те времена, то есть где-то это, наверное, начало 60-х годов, это было совсем новое производство того, чего до этого никогда не делали. Веха была, когда тормоза пристали быть металлические, стали углеродные. Генеральный директор предприятия Александр Акулов отметил, что на заводе сделана ставка на создание конкурентоспособного производства и опытного коллектива, способного выпускать как серийные изделия, так и уникальные, позволяющие российской авиации уверенно занимать лидирующие позиции в мире. Цех по производству гидроагрегатов для самолетов – один из недавно построенных. Оснащен самым современным оборудованием, позволяющим сделать процесс производства стабильным и независимым от человеческого фактора. Аппаратура здесь дает точность до микрона. Самое главное, что этот цех производит гидроагрегаты, аксиально-полнжерные насосы. Цех практически замкнутого цикла. Значит, он обеспечивает сборку практически всеми деталями. Значит, цех работает от двух до трех смен. Численность цеха составляет больше двухсот человек. В бюро технического контроля проверяют детали на соответствие с заданным параметром. Требования жесткие, отклонения здесь оговорены чертежом. И, соответственно, мы не можем отступать, потому что авиация требует очень жесткого подхода. В механическом цехе на токарном станке обрабатывают огромные по размерам детали. За этим станком стоит рабочий токарь. Это токарный станок. На станке готовится база для последующей обработки данной детали на программных станках. То есть снимается с его металла, чтобы можно было поставить на стол программного станка с ЧПУ. Станки, которые используются на предприятии, не просто новейшие, они еще и постоянно модернизируются. Но также здесь бережно хранят и образцы оборудования, которое когда-то, еще в послевоенные годы, использовалось на предприятии. Так, например, здесь есть агрегат, выпущенный в 1916 году. В работе каждого сотрудника «Рубина» ощущается энергетика высочайшего интереса к тому делу, которым здесь занимаются. Даже о чисто технических вопросах, например, гальвана покрытия изделий, рассказывают очень увлеченно. Самое интересное, что уникальная гальваника, которая делает большие детали. Если вы пройдете, увидите там другую гальванику автоматизированную, которая делает для маленьких деталей, то здесь колеса диаметром до 80 сантиметров. И не только гальваника алюминиевая, но и магния. Авиационная корпорация «Рубин» ни на минуту не останавливает свою работу. Здесь трудятся в три смены. В Союзе журналистов считают важными такие пресс-туры. Союз журналистов Подмосковья традиционно организовывает такие пресс-туры. Организовывает, у нас тематически есть автопробег по объектам промышленности, науки, культуры, историческим объектам. Мы это делали на протяжении 10 лет и будем продолжать это делать дальше. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.